Стабилизация и управление космического аппарата. Научно-исследовательский центр NASA Langley В настоящее время Научно-исследовательский центр Langley проводит программу комплекса исследований, связанных с длительными пилотируемыми полетами космоса. Таким, как пилотируемые орбитальные исследовательские комплексы, Большие управляемые человеком орбитальные телескопы и, наконец, пилотируемые межпланетные полеты. Это обсуждение будет посвящено стабилизации управления для этих длительных пилотируемых полетов в космос, что включает в себя две основные задачи. Первое — исследование по определению требований к системе управления, а затем разработка технологий, нужны для обеспечения этих систем управления полетом. Логично начать разговор с того, что представляет собой стабилизацию управления, и почему их нужно рассмотреть в обсуждении длительных пилотировых полетов в космос. Существует три основных возмущения, с которыми должна справляться система стабилизации. Это движение экипажа, эродинамические силы и градиенты силы тяжести. Всякий раз, когда на борту космического корабля кто-то передвигается, даже для простейшей задачи, такой как нажатие переключателя на пульте управления, космический корабль испытывает возмущение, которое вызывает нежелательное вращение. И даже несмотря на то, что мы находимся в космосе, на околоземных орбитах космический аппарат движется через среду, вызывающую действия некоторых сил из-за эродинамического торможения. Разница в силе тяжести от одного до другого конца этого крупного космического корабля это еще один источник возмущения, который нужно устранить. В дополнение к системе стабилизации для противодействия этих возмущений необходима система управления, чтобы обеспечить координацию наведения положения, что нужно для экспериментов и наблюдений предусмотренных планом миссии. Наблюдение за Солнцем и связь потребует возможности точного наведения в системе управления. Слежение за целью потребуется для привязки к звездам, переориентации космического корабля. Также кораблю требуется иметь возможность маневрировать от одних конкретных координат к другим. Теперь, как устроены системы стабилизации управления. Мы можем провести близкую аналогию со своими собственными системами реакции. Глаза видят обстановку, мозг решает, что нужно сделать, и затем мышца двигается, выполняя нужные действия. Солнечные датчики, сканеры горизонта и устройства слежения за звездами – типичные примеры глаз космического аппарата. В некоторых случаях астронавты сами осмотрят обстановку и будут управлять вручную. Управляющие компьютеры, которые играют роль мозга нашей системы управления, работают подобно аналоговым цифровым компьютерам современных вычислительных комплексов. Что касается мышц, для выполнения требуемых движений космические корабля применялось несколько их видов. В прошлом, такие корабля, как «Меркурий», «Джеми» и во многих непилотируемых полетах системы управления в основном зависели от рулевых двигателей для создания вращательных сил или крутящих моментов, необходимых для управления положением. По принципу действия, рулевой двигатель очень похож на маленькие ракетные двигатели. И он выталкивает массу, чтобы произвести силу. Когда два таких двигателя установлены на противоположных сторонах космического корабля, они могут производить крутящий момент, который можно использовать для управления. Другой вид мышц космического корабля – это гиродины. Чтобы представить себе, что такое гиродин, рассмотрим эту наглядную модель космического корабля. Это космический корабль, и внутри него находится гиродин. Каждый гиродин или гироскоп с управляющим моментом состоит из маховика, приводимого в движение электродвигателем. Вращающийся маховик с электродвигателем установлен на опоре, который поворачивается с помощью еще одного электродвигателя. Чтобы понять принцип действия гиродина, представьте себе велосипедиста, который едет по улице, не держа руки на руле. Он доезжает до угла и наклоняется в сторону. И кажется, что его велосипед ходит в поворот без посторонней помощи. Те же самые крутящие моменты, силы, которые помогает велосипедисту справиться с поворотом, применяются в гиродине для управления космическим кораблем. Возвращаясь к модели космического корабля, мы видим, что вращающееся переднее колесо велосипеда здесь это вращающийся красный маховик. И так же, как велосипедист наклоняется в сторону, поворачивается маховик. И как поворачивается переднее колесо велосипеда, так же поворачивается космический корабль. Таким образом, периодически поворачивая вращающийся маховик, можно управлять космическим кораблем. Итак, чтобы войти в курс дела, мы увидели, как возмущение и требования эксперимента к управлению делают необходимой систему стабилизации управления, и как будет работать такая система, состоящая из датчиков, управляющих компьютеров и исполнительных механизмов разных видов. Относительно системы стабилизации управления для отдельных космических миссий, программа исследований должна выполнить две основные задачи. Первая – это определение требований к системе управления. Вторая – это разработка технологий, необходимой для создания системы, удовлетворяющей этим требованиям. Первым вопросом об определении требований приступили здесь, в исследовательском центре Ленгли в 1960 году. Начались обширные научно-исследовательские работы, которые продолжаются и сегодня. Первое, что нужно определить в этом изучении требований – какие будут проводиться опыты и какие требования предъявляют эти опыты к стабилизации управления. Когда решение об опытах принято, можно начать изучать условия, связанные с миссией, необходимой для проведения этих опытов. Например, насколько велик градиент силы тяжести и с каким аэродинамическими силами придется столкнуться в ходе полета. Были разработаны методы и оборудование для изучения природы движения экипажа. Это позволит сконструировать систему управления, чтобы нейтрализовать их влияние. Все это и многое другое досконально изучалось в нашей программе исследований, и в итоге была выявлена лучшая самоэффективность системы, удовлетворяющая всем требованиям к управлению для определенной миссии. Система управления, выбранная как наиболее предпочтительная для длительных космических полетов, та, в которой применяются гироскопы с управляющим моментом. При том, что гиродины сложнее, чем рулевые двигатели, они работают только на электроэнергии. Поэтому удается избежать проблемы веса, связанные с использованием топлива для управления в течение длительного периода времени. Еще одно достоинство гиродина – плавность управления, которое они обеспечивают, и многообразие возможностей управления благодаря различным по размеру гиродинам. Разработка технологий, необходимая для того, чтобы эта новая система управления заработала, это следующий этап нашей программы исследований. Научные исследования могут определить теоретически, как хорошо будут работать гиродины, но они не могут определить, например, насколько хорошо будут держаться подшипники на маховике при длительной эксплуатации. Сможем ли мы поворачивать вращающийся маховик достаточно быстро, в одном случае достаточно медленно, в другом, чтобы обеспечить необходимую управляемость? И сможем ли мы создать электронику, необходимую для этой новой системы управления, которую нужно будет сначала проверить, прежде чем доверить ей пилотируемый полеткосмос? Одна из первых вещей, которые нужно сделать, построить один из исполнительных механизмов, чтобы дать системе управления мышцей и посмотреть, насколько хорошо он будет работать. Гиродины, очень похожи на этот, который установлен на синих опорах, будут использоваться в одном из первых длительных пилотируемых полетов в космос. Этот гиродин прототип представляет собой результат изучения требований. Вращающийся маховик находится внутри этого корпуса, в котором создан вакуум, чтобы устранить трение воздуха. Внутреннее колесо поворачивается электродвигателем. Весь внутренний узел опирается на узкое кольцо, которое поворачивается еще одним электродвигателем, что позволяет применять управляющие и крутящие моменты вдоль двух различных осей космического аппарата одновременно. Чтобы изучить эксплуатационные характеристики прототипа, определить, соответствует ли он требования миссии, он установлен в конструкцию для измерения крутящего момента. Темно-синяя, светло-голубая и красные рамки измеряют управляющие и крутящие моменты по всем трем осям. Отсек астрофизических приборов АТМ, представленный этой моделью в масштабе 1 к 100, первый долговременный пилотируемый космический корабль, который будет использовать геродины. Отсек АТМ состоит из ступени Сатурн С-4Б в роли мастерской, командного и служебного модулей корабля Аполлон, и лунного модуля, оснащенного тремя геродинами, установленными на каркасе, который также поддерживает экспериментальный комплекс телескопов, направленный Солнце. Первоначально эти устройства будут нужны для управления положением космического корабля с точностью до 0,1 градуса. Разработки технологии геродинов должны будут позволить управлять с точностью до 0,001 градуса. Чтобы оценить управление с такой точностью, рассмотрим этот мячик для гольфа. Его нужно унести почти на 1,5 километра, прежде чем ширина мячика, если на него смотреть с площадки для удара, станет эквивалентной 0,001 градуса. Три устройства, немного крупнее прототипа, будут применяться для управления этим большим кораблем длиной 25 метров, используя такую же энергию, как нужна для работы трех бытовых лампочек, примерно по 100 ватт каждая. В то время как большая часть работы Лэнгли по исследованию и разработке в этой области поддерживает Центр космических полетов Ини Маршалла в рамках их миссии астрофизических приборов АТМ, те же самые данные используют военно-воздушные силы и НАСА при рассмотрении перспективных пилотируемых миссий. Следующий шаг в работе по разработке технологий изучить систему управления как единое целое. Для этого построена динамическая масштабная модель космического корабля, оснащенная датчиками, управляющим компьютером и исполнительным механизмом в масштабе, чтобы изучить комплексные характеристики системы. Это динамическая масштабная модель отсека астрофизических приборов АТМ. При том, что она не выглядит как копия отсека АТМ, динамически она такая же, как полумасштабный корабль. Она будет двигаться таким же образом. Это солнечный датчик или глаза этой модели. Управляющий компьютер находится на этой печатной плате. А масштабный исполнительный механизм оснащен вращающимся маховиком и способен поворачивать маховик в двух разных направлениях одновременно. Для испытания этой динамической масштабной модели нужно оборудование, чтобы обеспечить источники для датчиков в воздушную опору, чтобы практически устранить трение с каркасом, позволяя модели двигаться свободно. и условия, подходящие для испытаний этой модели на воздушной опоре. Стенд для изучения динамики свободных тел в исследовательском центре Ленгли обесвечивает такие источники и необходимые условия. В сфере диаметром 18 метров представлены внешняя оболочка этой модели стенда в масштабе 1 к 20 создается вакуум, необходимый для уменьшения аэродинамического торможения модели. Внутри находится имитатор Солнца для активации солнечных датчиков и имитатор излучения планет для обеспечения инфракрасной энергии, нужной для сканирования горизонта и устройства поиска планет. Также имеются имитаторы звезд, которые можно установить в виде любой требуемой группы звезд. И солнечный планетный имитатор вращается, моделируя подходящий орбитальный период. Масштабная модель, представляемая белым макетом, поддерживается воздушной опорой в центре сферы и имеет возможность обнаруживать и следить за соответствующими целями. У полномасштабного стенда есть этот метровый люк для доступа персонала и небольшой испытательной аппаратуры. Более громоздкая испытательная аппаратура, динамические модели доставляются через трехметровый люк прямо сверху. Это модель реактивной системы управления, готовая к испытанию. Это струйный руль. Датчики, управляющие электроникой модели, установлены на круглую платформу. Воздушная опора, которая их поддерживает, расположена под основанием корпуса. Автоподъемник, расположенный сбоку, используется для обслуживания внутренней части сферы, где доступ затруднен. Устройство выравнивания лучей солнечного имитатора состоит из освещаемого параболического зеркала и меньшего слоя, который не виден. Пучок параллельных лучей направляется на большое поворотное зеркало, которое отражает имитированную солнечную энергию в центре сферы. Планетный имитатор диаметром 6 метров установлен на конструкцию, которая вращается в трех направлениях со скоростью в диапазоне от 1 оборота в минуту до 1 оборота в сутки. Для испытаний динамических масштабных моделей на стенде для изучения динамики свободных тел можно определить суммарную эффективность системы управления. А условия, необходимые для наибольшей эффективности, можно определить опытным путем перед разработкой полномасштабного оборудования. Однако масштабные модели отвечают не на все вопросы разработки и необходимые испытания с полномасштабной конфигурацией системы управления, чтобы проверить эффективность настоящего летного оборудования. Чтобы обеспечить эту технологию, используется испытательный стенд системы управления полетом. Испытательный стенд, представленный этой модели в масштабе 1 к 7, имеет ширину около 4,5 метров между серыми опорами. По сути, испытательный стенд системы управления полетом – это платформа с силовым приводом под управлением компьютера, который можно использовать для полномасштабного моделирования системы. Чтобы понять, как выполняется моделирование, посмотрим на эту схему процесса. Все, что известно о космическом аппарате и его миссии, закладывается в отчислительный комплекс Ленгли. Управление движения космического корабля, или как он будет двигаться, движение экипажа, возмущение от аэродинамики и градиентов силы тяжести, связанной с миссией – все это находится в компьютере. Далее, три устройства-прототипы в своих измерительных рамках установлены на внутренней красной платформе, которая может поворачиваться по трём осям. Итак, моделируемый корабль состоит из внутренней красной платформы, устройств прототипов и измерительных рамок, и всех данных о размере, форме и массе космического корабля, заложенных в компьютер. Исходя из определённого профиля возмущений, компьютер даёт испытательному стенду команду двигаться таким образом, что внутренняя красная платформа воспроизводит движение настоящего космического корабля. Когда платформа движется, гирадины прикладывают соответствующие управляющие крутящие моменты и измерительные рамки передают эти данные обратно в компьютер. Теперь компьютер пересчитывает уравнение движения, учитывая не только возмущение на управляющие моменты, но и на управляющие моменты. Так завершается цикл моделирования. Таким образом, полномасштабный исполнительный механизм и реакцию полномасштабной системы можно оценить в реалистичных динамических условиях. Таким образом, это две основные программы исследований здесь, в исследовательском центре Ленгли, касающиеся стабилизации управления для длительных космических миссий. Научные исследования по определению требований к системе управления и разработки технологий для создания этих летных систем управления с помощью испытаний компонентов определения эффективности настоящего оборудования и испытаний к масштабных моделей на уникальном стенде для изучения динамики, чтобы определить опытным путем лучшую конфигурацию систем управления моделирования полномасштабной модели, чтобы определить эффективность летной системы в реалистичных динамических условиях.